Вообще я не понимаю, о чем страдают, о чем рыдают так называемые совкадрочины. Они все переживают о том, что Советский Союз ушел. Да ничего подобного. Он вернулся. Он пришел. Он вернулся окончательно и бесповоротно, только теперь такое полипбюро сменило политбюро. И этот совок гораздо свирепее и сирее, чем тот, который впал в литургию в 93-м году. И вот знаешь, если серьезно совсем говорить, в чем настоящая трагедия этой страны? Мы помним, что совсем недавно в Нижнем Новгороде самосожглась доведенная до истерики, до абсолютного аффекта журналистка, доведенная правоохранителями, которые заподозрили ее в связи с нежелательной организацией под названием «Открытая Россия». Ну вот пройдет время. Рухнет путинский режим. Это непременно произойдет. Простые, ясные, общемировые вещи станут трендами, хайпом и будут яростно возноситься. И новый Соловьев будет уже от лица нормальных ценностей ненавидеть весь мир и учить этой ненависти. И все путинское будет объявлено кошмаром, заблуждением, ошибкой, поздностью. А ненависть обязательно? Обязательно, Оленька. Ты знаешь, я думаю, что мы просто это уже проходили. И будет объявлено, что вот со всей этим кошмаром, который был, надо будет вести такую наступательную победоносную борьбу. И в один прекрасный день на стол начальнику Нижегородского ФСБ ляжет донос о том, что строптивая журналистка, Ольга, например, возглавляющая, например, агентство «Овца пресс», не поддерживает связь с «Открытой Россией». Я думаю, что те же самые опера, чуть посидевшие, и тот же самый ОМОН с тем же приспособлением для вырезания двери и тоже в 6 утра пойдут трясти ее квартирку и закоптится еще одна лавочка у здания ГУВД. И из этого порочного круга, по-моему, не выбраться никогда.